Возможности электронных сервисов в своей работе широко используют налоговые инспекции. Это ускоряет и упрощает документооборот между контролирующим органом и субъектами хозяйствования. Притом, процесс регистрации последних в системе происходит оперативно. Плательщик единожды приносит пакет документов, а налоговые органы сами формируют регистрационную карту, которая, к слову, является объединяющим звеном сразу нескольких ведомств. Ощутить плюсы автоматизации можно уже при следующем шаге взаимодействия плательщика и налоговой. При предоставлении документов. Такое взаимодействие также происходит в электронном виде и предполагает представление электронных налоговых деклараций, большой группы электронных заявлений, а также представление нескольких видов электронных уведомлений, которые могут быть как общего, так и налогового характера. Плательщики могут представлять и получать в электронном виде также и иные документы, причем в свободной форме. Это может быть запрос-ответ, а также запрос-ответ с вложением. Важный вклад в оптимизацию взаимодействия вносит электронный сервис «Личный кабинет». Здесь можно заказать в налоговом органе сведения о недоимках, переплатах и пенях, справку о расчетах с бюджетом, выписки из лицевых счетов, сведения о проведенных зачетах и иные справочки. Плательщик, сделав соответствующий выбор, может в результате одного запроса заказать сразу несколько документов. Еще в числе особенно востребованных – сервис «Центр информирования плательщиков». С его помощью осуществляется массовая рассылка сведений всем плательщикам или их определенной категории. Как правило, это информация о задолженности или пене, сведения о переплатах и произведенных расчетах при остановлении операции или окончании этого процесса. Перечень сервисов и описание их функционала всегда можно найти на сайте контролирующего органа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова